Мы опять же, мы что-то там выпрашиваем, места там в Кнессити или что-то еще. Давайте заработаем серьезные деньги, давайте заниматься больше бизнесом. Извиняюсь, меня все время уводят в бизнес сферы, потому что это моя жизнь. Я люблю играть в эту игру, и так уже получилось по этой жизни. Поэтому, мне кажется, если мы привезем серьезные деньги, серьезные капиталы вложения, ну вот я, заработав деньги, я их с большим удовольствием вложу в Израиль. И поверьте мне, что давайте вообще отбросим разговор о том, о происхождении денег, потому что это опять же тема, я считаю, которая должна исследоваться полицией, а не общественным мнением. Если есть конкретные доказательства, если есть конкретные факты, тогда этого человека надо вышвырнуть, или тогда этого человека надо отторнуть, и так далее. А просто русский явлей, имеющий деньги, тире, представитель мафии, я категорически отрицаю такую формулу. И я считаю, что не просто неинтеллигентно, а это, в общем-то, мещанство и хамство. И с этим надо бороться. И поэтому завоевание позиций может идти через экономическое влияние. И если нам это удастся, я думаю, что нам удастся многое. И я вас уверяю, что не за горами то время, когда и я, и многие мои товарищи по бизнесу, я имею в виду русских и евреев, с большим удовольствием будут развивать экономику Израиля. Я еще раз хочу, не потому что я ухожу от темы, я еще раз хочу сказать, я достаточно плохо владею предметом. И поэтому я не могу на ваши вопросы однозначно ответить. Как продавать нефть или как построить отель, я бы мог часами говорить на эту тему. Я очень уважаю Иранского, я считаю, что он один из выдающихся представителей русских евреев. Если он считает, что сейчас своевременно идти во власть и пытаться оказать политическое влияние на положение Алии, по всей видимости, он сделал свой выбор на основе серьезного анализа. Он вообще очень серьезный человек. Но есть и другие пути развития этой проблемы, которые, например, вижу я. И мне кажется, что все-таки, если бы удалось добиться укрепления экономического положения Алии, это бы имело свое сопутствующее значение. И тогда можно было бы говорить, что важнее, скажем, завоевание каких-то политических позиций или экономических и так далее. Но я очень много вижу здесь инженеров и врачей, которые работают не по специальности. И меня, как русского еврея, это расстраивает. И я не хочу, чтобы они уравнивались с безграмотными людьми, которые, так сказать, всю жизнь этим занимались. Потому что они занимались достойными себя занятиями. И вот эта часть работы, и вот эта часть жизни, она была невозможна, потому что Израиль небольшая страна с ограниченными экономическими возможностями, с ограниченными возможностями представления рабочих мест, но она возможна в сочетании с российским бизнесом. И давайте, я благодарен за сегодняшнюю встречу, но если будет интересно встречаться в Даличем, давайте разовьем эту тему. Она меня интересует, и я готов и помогать, и привлекать своих друзей к этому разговору, потому что это важно для нас. Если нам удастся экономический альянс, если нам удастся получить экономические преимущества от того, что мы говорим по-русски, это может быть решит и те задачи, которые сегодня Натан и его соратники решают методами политического поиска, что ли, политического решения. Продолжение следует...